Почему я это хотела и почему я это не взяла? Что бы мне сыграло такого, что мне в результате нужно было уйти от этого? Почему я побоялась это сделать? То есть, если бы я тебе сейчас сказала, то дело же не в 7 тысячах, а дело в твоем состоянии себя. Если бы я тебе сказала, ну как, давай тебе 7 тысяч, я тебе 7 миллионов. Ну, скажу, давай. Или я бы тебе сказала, а ты мне 7 тысяч, а я тебе год веду и гарантирую тебе какие-то состояния. Ты бы мне тоже сказала, скорее всего, давай. И тут дело не в этом, тут дело в том, что ты себе придумала, что ты готова взять за вот столько. Да, все бедно. Что я готова отдать? Все верно, да, это есть у меня внутри меня. Я всегда веду какую-то оценку такую внутреннюю. Что я готова отдать? Все верно. Просто понимаешь, есть, которые готовы, им хватает вот одного маленького раз и все, и им хватает вот этого вот часа, чтобы выскочить в какой-то новый уровень себя. И они готовы за новый уровень себя заплатить определенную сумму. То есть у меня же разные есть суммы, у меня есть и другие суммы. Я понимаю, что много, больше. До 100 тысяч. Больше? Понятно. И я вижу развитие людей, и я вижу потом из благодарности, и я понимаю, что они за эти деньги, они взяли то, что они планировали, и даже больше. А ты, если бы даже это было 100 рублей, если бы даже это было 10 тысяч, если бы даже это было 100 тысяч, если бы даже ты это заплатила, ты бы все равно не взяла. Ты не готова сейчас взять. Вот в этом, в другом. То есть здесь не в деньгах, а в готовности, что я могу взять. Ну, в общем, я не готовлюсь. Хорошо? Ну, задавайте вопросы. Да, чуть-чуть. Никого уже не только раз. Личные только, Свет. Свет, слушай, а если у нас что-то получится? Это будет много вопросов. От тебя лично, да, как это делаешь? В личку, да. Мне нужно... В личку нужно либо голосовую, либо написать. Это в Телеграме? В Телеграме. Да. Если это требует ответа в смс, то я смску скину. И если это в консультации, то как бы, конечно же, что мы не будем со двадцатым спортом. С подниматься. Да. Да. А вот интересный вопрос. Вот ты сейчас нас видишь, чтобы увидеть наш лаван, там, что нужно настраиваться? Нет, я же в вас туда не завожу, но просто это же, это сверху, это вы и вы, и вверху. Как вы что-то можете? А? Ну, как же вы можете, вот это нужно практиковать? Да, нет, я не скажу, я не успею практиковала. Но здесь может быть само собой произошло, то есть, когда находишься на сухом там голоде, это происходит, раскрывается само по себе. А когда же ты ешь, то это приходит с практикой, это нужно время посещать. Я не думала, я не думала, я, ну, кто-то, может быть, практикует, я не разговаривала на эту тему с кем-то с другим. Поэтому как у кого-то другого происходит, я не могу сказать. Кто-то сразу что изначально видит. Детки очень хорошо видят. А, пробои видишь, да, вау, я накапываю тебя. Да не пробои, а какие пробои. Нет, ну, не пробои, просто видно тебя внутри, каждого человека видно внутри, что у него внутри происходит, с внутренним органом внутри. А я что-то не спросила, у меня чему-нибудь видно. У тебя... Ты сама проработаешься. Если я тебе скажу, то ты видишь, что никто на формирует. Светлая. Нет, это не спрашивайте, вы должны сами проработать эти моменты. Есть такие моменты, смотрите, когда я, например, вижу что-то, что в человеке не так, вот что-то больное, да, и этот человек, если я ему скажу, если я вижу, что он не готов с этим работать, прям плотно не готов с этим работать, и я ему это скажу, то он будет, он поставит программу неосознанно на смерть, потому что он уже изначально не готов это прорабатывать, не готов идти к здоровью, но знает, что этот орган у него больной, и он еще больше, ему быстрее запустит на разрушение. А если он готов идти к исцелению, к выздоровлению, то мои советы, подсказки ему уже не нужны. Но если я вижу, что человек прям идет, идет и идет, то тогда я ему в какой-то момент могу подсказать, если я вижу, что это действительно ему поможет. Поэтому вот это вот замени вот это. То есть я вот так могу сказать. Не то, что у тебя вот этот орган так. Нет, сказала, ушел, это уже не вариант. Я могу сказать, попробуй попить вот эту травку, или попробуй сделать такой массаж, или попробуй выпить вот это, чтобы вышло вот это, или попробуй сходить туда. То есть я ненавязчиво говорю, попробуй, он будет, захочется, если попробуй, не захочет, не попробуй. А нам тут кому-то на травку. А для почек, ты уже сказала? Какую травку пить? Для почек нужно принятие и отдавание. Да. В первую очередь. То есть идем, садимся на паперти, просим, а потом раздаем, да? Проработка. Почки, почки. Я, получается, не готова, да? Вот к этому там... Нет, ты идешь, почему не готова-то? Ты идешь, просто тебе нужно... Нет людей, не готовых. Нет, их не существует. То есть если ты сюда пришла, ты уже готова. Но тебе нужно перебороть себя. Это может произойти, там, ты сейчас куда-то поедешь, и ты уже поймешь, что надо работать. Ты уже это поняла. Но тебе с этим еще нужно смириться. Потому что это же новая ты. И потом еще нужно тебе не отпустить это завтра или послезавтра. Потому что завтра или послезавтра. Да, ну и вон, нафиг. И так все хорошо. Что они там будут сидеть? Ну, нормально все. И вот когда эта ситуация, если пройдет с тобой, вот если мне нормально, если у тебя все-таки захочешь идти дальше, сразу же в эту ситуацию ныряет. Почему я отворачиваюсь от срок? Ведь каждое наше недоверие, каждое наше вот это вот несоответствие для самого себя, это всегда отворачивание от самого себя. И не идешь к себе. Ты готова, только тебе нужно вот это вот прям себя раскрывать. Раскрывать. Ну вот за одну консультацию очень сложно, я тебе скажу. Вот если вот такие вот закрытые выки, как ты, вот, это не хорошо и не плохо, это твоя защита, которая может быть нормальной. Вот за одну консультацию эту защиту сложно. То есть ты, если я тебе даже скажу, ты это не осознаешь. А вот когда идет уже вот этот вот ретрит, когда тебе уже некуда деваться, тебе не будет бежать. Все, на тебя насели, а вот это. Да нет, 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 а вот это. И тебя раз туда, ты туда, тебя раз туда, ты это, и все. И это через слезы, это через сопли. Ну это жестко проходит. То есть с каждым на ретрит, идет с каждым поработка индивидуальная? Ну она идет и групповая, и групповая. То есть нет такого, мы когда с одним разговариваем, другой это все на себя прорабатывает. Когда с другим, другой это все на себе прорабатывает. То есть с каждым прорабатывает. И там же еще видишь, получается, когда ты один на один, тебе комфортно. Ты можешь рассказать какие-то вещи. А когда тут много непонятных людей, а ты должен рассказать самое сокровенное, это тоже проработка, и не маленькая. Еще у меня есть такая, что возможно за, за, вот, ну, эти, так, закладенные презентации за тем, чтобы там, раскрыть все способности там за 7-800 условно, ну, на это не хочется. А может быть есть такая проблема в жизни, для которой ты готова заплатить эти деньги? Ну, какая-то другая проблема. И вот, ну, да, вот, допустим, задача, это я правильно понимаю, на какую-то операцию ты занимаешься, я иду к врачу, у меня сейчас такая проблема, а я после нее выйду другой, да? Я готова отдать какую-то весомную сумму, да? Вот я понимаю эту ценность того, что я получу на выходе, я знаю уже результат этого. Есть такое, конечно. Да, но тут просто другой момент, что, возможно, у тебя есть какая-то проблема, с которой врачи не справляются, и ты не знаешь, как выйти, и, возможно, с этой проблемой можно было бы, допустим, с людьми войти. Ну, все, что закрыто от наших глаз, все, что мы не видим, и врачи не могут не в этом, естественно, помочь. Возможно, это постоит не проблема. Ну, конечно, я могу жить в этом мире так, как оно есть сейчас, безусловно. Я живу в физическом мире, соответственно, все для меня открыто, и я с этим справляюсь. Но мне стало интереснее механика, внутренняя начинка всего того, из чего мы состоим, где мы живем, по каким законам существуем, как мир этот кружится, и все остальное. То есть мне теперь интересно залезть вовнутрь, во всем. Вот и все. Поэтому я говорю, что все, что я вижу, мне это уже все понятно. Те ситуации, с которыми я сталкиваюсь, это все тоже уже обходит на второй план. Мне наоборот ничего не понятно, поэтому надо бы выше лейти, чтобы... Ну, это разные стадии просто понятности и непонятности. Ну, разные стадии пути, их же 4, да, ничего не понимаю, потом начинаю понимать, потом все понимаю, в Москву просит еще раз приедет. Не знаю, насколько это будет актуально, как, что ли. Только лишь месяц хватит, чтобы быть счетом, как принесли. Потому что, если так жестко для себя взяться, что, в смысле, месяца достаточно нет. Хоть как для каких-то решений. Ну, да, точно так. Вот если бы ты сказала, делать, например, какую-нибудь там зарядку, да, каждый день, медитацию, ну, или еще что-то там. То есть даже инструктаж любит все. Вот. Дай нам, пожалуйста, какую-то пленку. Ну, что у нас не надо. Это перекладывание ответственности. Вот это не кровать. Это же опять... Ты можешь не взять ответственность. Да, это же опять про то, что... Дай, а я вот это вот подделаю. Это же не про то, что мне вот... Ты же бы не просто так про зарядку сказал. Потому что вот я сама собраться не могу в этот лет. А если мне сейчас кто-то скажет, то я обязательно соберу. А это уже будет... Она тебе не пойдет впрок. У меня еще знаешь, какая история? Я придумала, как себе. Пойдет она мне впрок. По-любому. Если я, например, каждый день не буду делать приветствия солнцу, да, не важно, день, ночь, не сама, то я, например, отдаю сто тысяч там. Мне. У меня в другое место. Собралась. Пожевать. Мне кажется, моя девушка. Вот. Я, конечно, могу собрать ей, да? Но перед собой же... Я потом больше так потеряюсь и собру. Вот. Ну, такой вот стимулятор. А если бы ты сказала... Муру сказала, пей воду из унитаза, значит, иди и пей. Все. А то тут я придумала, знаешь, опять торгуясь. Сто тысяч же будет задавать кому-то. А так бесплатно помочь. Бесклонно к вхождению в любезный сектор. В любезный сектор. В любезный сектор. Тебе зачем менять цвета глаз? А мне просто интереснее, как я... Просто не работаю интереснее. Тебе должна быть какая-то четкая цель глаза. А какая может быть цель для смены цвета глаз? Никакой. Никакой. Это линзи. Принятие себя. А когда ты себя примешь, тогда ты можешь менять хоть что. Я тут, конечно, я думаю, хорошо, я, например, с голубыми глазами можешь принять себя. Я не знаю, там, ходить сквозь стену, если у меня будут голубые глаза, если он себе создаст какой-то программ. Да я как-то, я тут чуть не убилась, а не смогла пройти. А зачем ходить сквозь стену? А зачем вам сквозь стены ходить? Зачем можно? Это уже помысл не для себя, это уже помысл навязывая. Это не ты. Тебе не нужно. Что нужно твоему физическому телу? Деньги? Нет. Ему нужно для поддержания комфорта. Ты всегда выбираешь себе то занятие, чтобы твой комфорт, который у тебя на данный момент был для твоего физического тела. Если для физического тела по каким-то причинам, например, ты далеко ездишь, тебе нужна очень комфортная машина, у тебя будет очень комфортная машина. Если ты ездишь из двора до двора раз в месяц, ты говоришь, мне нужна очень комфортная машина. Ты ее, может быть, и купишь, но ты за нее очень сильно рассчитаешься чем-то другим. Потому что это не для твоего тела, это для твоего эго, для твоей важности а зачем не потому что если ты будешь жить на необитаемом острове ты хочешь это быть супермодель но это чтобы понять что ты нужна твоим физическому телу и физическому телу быть супермодель не хочется только твоему мозгу который живет в солнце и понимаешь супермодель это красиво это нарядно это деньги это там это все что там если вы дать жизни для тела для здоровья либо для того чтобы что-то приносить в этот мир правильно здоровье нужно для того чтобы твое физическое тело выполняла те функции для твоей души если ты не повернутся и душе твое тело будет разваливаться еще про принятие себя все таки как глубже понять принятие себя это когда ты тотально перед собой честь когда ты принимаешь себе абсолютно все но по-честному а дальше что с этим делать я приняла там ты не приняла себя ты пока не примешь ты не поймешь что дальше я беру чек которого я вру да да когда ты говоришь что у меня все устраивает это в 99 9 процентах вранье то есть нет таких людей которые все устраивает есть такие люди которые все устраивает но чаще всего им уже вообще абсолютно все равно что здесь происходит и они уже уходят либо без своего физического тела либо со своим физическим телом то есть это только вот такая категория людей которых все устраивает а так это норма когда не устраивает но это не норма это же мы же к себе прийти не можем если мы к себе придем к себе истины то вся вот эта балашиная возня для нас уже будет неинтересна нам не нужно будет кому-то чего-то показывать показывать рассказывать шить вышивать еще что там же будет абсолютно другие другое видение жизни какое настроение я лично постоянно к этому прихожу тебе так кажется что тебя все сильно обманываешь правда когда ты придешь к себе у тебя не будет там каких-то других указов ты увидишь ты будешь видеть абсолютно другие вещи ты будешь у тебя откроется яснознание яснозрение яснослышание пока тебя это нет это не потому что ты что-то в себе не проработала имея ввиду в своей практике какие-то не доделала а потому что ты себя еще не понятно не знаешь что это яснослышание ты будешь мне вообще все устраивает яснослышание 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 да конечно а чувства не нужно вообще я не нужна никому ну, было вообще такое чувство, ощущение ну, редко ну, бываешь невозможно просто вот у меня, ну, я как раз-таки, не знаю, столкнулся с этими чувствами и тоже, что я сгибаюсь и вот, ну, как бы, чувствую, что, ну, как бы, такой срок, который в моей души потому что это такие очень сильно, ну, точнее негативные, вот такие процессы а получается, когда у тебя, например, в качестве воздушность, а у меня есть такая-нибудь более успехативная Симурс, смотри когда у тебя есть чувство, что ты никому не нужен если это только редко поедет то тебя у тебя нет у тебя не может быть чувства, что ты кому-то не нужен Кому? Кто есть, кроме тебя здесь? Я не говорю, что... Я не отрицаю, что с этим что-то не так. Я просто выяснил, что такая же ситуация, как у меня. И я с этим сейчас разбираюсь. И по этой степени удача. Я осознал это неделю назад. И за это время очень сильно у меня это чувство почти ушло. Осталось чуть-чуть, но значительно меньше, чем было до этого. Как раз таки через практику выписали. Ну здорово, у нас время закончилось. Спасибо.